В идеальных мечтах каждый из нас идет по ровному асфальтированному тротуару к дому. Каждая улица города имеет твердое покрытие. Пока до идеала нам далеко, но устремление к светлому будущему есть. Есть и конкретные дела. В этом году жители Славенска на Кубани могут наблюдать значительное улучшение качества передвижения, как на машине, так и пешком, по ряду улиц. По новому асфальту прокатилась и наша съемочная группа. Когда владелец дома думает, каким материалом вложить дорожки во дворе, вопрос упирается в личные пристрастия и средства. Когда вопрос встает о том, какой материал использовать для общественных тротуаров и дорог общего пользования, каждому понятно, что самым подходящим для этого является асфальт. Но асфальтирование – удовольствие не из дешевых, потому силами одного только городского бюджета справиться со всеми ямами на дорогах и отсутствующими тротуарами невозможно. Чтобы решить эти проблемы, в нашем районе успешно используют такую модель работы, как софинансирование. Большая часть денег поступает из краевой казны, помогает городу и поселениям район. Благодаря пониманию проблемы и вниманию к просьбам жителей, в этом году в Славянске-на-Кубани проходят масштабные работы по реконструкции автодорог и прокладке тротуаров. Улица Дружба народов, хоть и находится на периферии города, имеет большое значение для населения. Об этом жители этого района и говорили власти. Приходили к нам на работу в техникум, ну и было мое обращение, чтобы отремонтировали дорогу по Дружбе народов, поскольку было в ужасном состоянии, и сделали дорогу. Спасибо большое, отремонтировали. Где здесь? Латочно сначала, а потом уже и полностью сделали от Адельской и дошкольной. Поэтому я считаю, лояльно слышат и что обещают, делают. Ремонтные работы здесь велись практически круглосуточно, ведь задача была оперативно отремонтировать этот значимый для логистики не только города, но и края участок. Как итог, отличное покрытие, по которому так приятно ехать. Еще одна давняя боль автомобилистов осталась в прошлом. О ремонте автодороги по улице Кубанской на встрече с трудовыми коллективами руководители предприятий-перевозчиков попросили депутата Законодательного собрания края Виктора Чернявского. Мы как избиратели и как, конечно, профессионалы-автомобилисты обратили внимание на очень неудовлетворительное состояние асфальтного покрытия по улице Кубанской, начиная от улицы Победы и фактически до Адельской и Пролетарской. Очень приятно было видеть, что в начале 2018 года наш наказ к кандидату был исполнен. Сегодня приятно проехать по этому направлению, по улице Кубанской. Так что огромное спасибо и Виктору Васильевичу, ну и нам, избирателям, за активность и понимание проблем, которые есть сегодня в городе и районе, но всё же просьба была выполнена. Спасибо. Есть в северном округе города улица Фурманова, жители которой только в мечтах могли представить, как пройти от дома до дороги, не испачкав обуви. Неоднократно обращались, конечно, и в северный округ, всё, ну, дел много в городе, понятно. С месяца назад, наверное, я смотрю, началась подготовка. Ну, хотя ракушечником просыпали, уже полегче стало. Ну, приятно, что наше руководство отреагировало так на просьбу населения. Так быстро, да? Да, быстро. Очень приятно. Теперь, по крайней мере, детки будут спокойно идти в школу, родители будут радоваться. Нина Петренко – социальный работник, и по долгу службы много ходит по городу. В этом году изменения к лучшему видно сразу, утверждает она. В городе вот Кубанское прям хорошо ремонтируется, я смотрю, тротуары прокладываются. Это правда приятно. Прям в этом году, прям руководство прям хорошо работает на город. Это хорошо, это радует. Больше 20 лет назад жители улицы Пушкина самостоятельно сделали хороший тротуар. Но время его стёрло. Сегодня на этой улице живёт много пенсионеров. Некоторые из них – люди, имеющие инвалидность. Потому вопрос удобного тротуара для них не прихоть, а жизненная необходимость. Я 20 лет занимаюсь инвалидами, в обществе инвалидов. Так что проблемы инвалидов я знаю очень хорошо. Мы очень благодарны, что всё-таки обратили внимание на нашу просьбу, что нам сделали асфальт, постелили везде, и мы теперь будем спокойно ходить. Я очень благодарна этим людям. Дай Бог им здоровья, получи процветания нашему городу. Чтобы вот такие тротуарчики были не только у нас, а у всех. Чтобы можно было в магазины ходить. Вот магнит как раз, там же два поэта. Вот теперь мы можем спокойно ходить, даже зимой, не по грязи. Если же говорить в целом, то в текущем году в Славянске-на-Кубани появится порядка 8 километров новых тротуаров. Сейчас полным ходом идут работы по асфальтированию. И продлятся они до конца тёплого сезона. А это значит, что по окончанию лета десятки славянцев шагнут в осень по новым, сухим и удобным тротуарам. Добираться до остановки, чтобы прийти на остановку, было очень сложно. Сейчас, надеюсь, будем летать, если не ходить. Мария Климова, Игорь Иванчугов. Программа «События». Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова